Продолжение следует... Временно наша конференция посвящена 500-летию реформации, и, конечно же, нельзя не коснуться и памяти отца Александра Мения. Попробуем эти три темы объединить. И начнем с православного духовного наследия в контексте эпохи. Что под этим понимать? Мне представляется, что одной из самых характеристических черт нашего времени являются как раз поиски этого самого духовного наследия. Что очень важно, что все эти поиски обращены в прошлое. И здесь сразу выявляется важная вещь. Раз наличествуют столь интенсивные поиски православной самоидентификации в прошлом, значит, текущая жизнь, настоящая, мало кого устраивает. Оно как бы пусто и требует заполнения. Я хочу это подчеркнуть, потому что, во-первых, это как раз и составляет одно из существенных свойств нашей эпохи, а, во-вторых, весьма обличает нас, как христиан. «Я с вами во все дни до скончания века», – сказал Христос своим ученикам. Тот самый Христос, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же. Вступивший в церковь Христовый человек живет богообщением во Христе здесь и сейчас. И у него, в общем-то, нет нужды искать чего-то ни в прошлом, ни в будущем. И, коль скоро мы видим столь интенсивные поиски образцов для духовной жизни в прошлом, то мы должны, с сожалению, констатировать, что в нашем повседневном церковном настоящем той самой жизни с избытком, которую нам обитавал Господь, мы не имеем и вынуждены ее искать. Исходя из этого, возникает вопрос. Раз уж мы задали именно такую парадигму поисков решения наших проблем, то на что нужно ориентироваться нашей церкви в своей истории? Где нам искать образец? Причем именно образец церковного действия, не просто копию прошлого. Скопировать прошлое невозможно. А именно образец, который привел бы нас к жизни во Христе, а не к тем или иным имитациям, как это, к сожалению, часто происходит. Тут мы от современности, о которой говорил предыдущий докладчик, перейдем к истории. Мы любим очень историю. Очень приблизительно можно разделить эту нашу историю на следующие отрезки. Домонгольский период, эпоха татаро-монгольского иго, заканчивающаяся преподобным Сергием, Московская Русь, Синодальная эпоха и Советское время. И как мне представляется, сегодня золотой век нашей церковности многим видится именно в Московской Руси с присовокуплением времен преподобного Сергия. Странным образом в последнее время начинает оправдываться и как-то даже возвеличиваться и советский период, что для меня совсем удивительно. Но как бы то ни было, из всего богатства нашей церковной истории наименьшей популярностью, если можно так выразиться, пользуется Синодальная эпоха, а если говорить точнее, XVIII век. Это наименее изученный и, пожалуй, наименее ценимый период жизни нашей Церкви. Здесь, надо сказать, что плохую службу оказал нам претерей Георгий Флоровский, который отрицательно отзывался о XVIII веке в своей книге «Пути русского богословия». А поскольку литературы по XVIII веку у нас очень мало, можно перечислить там 2-3 книги, не более того, и мнение претерей Георгия Флоровского продолжает давлять над церковной общественностью, то взгляды тех, кто взыскует православного духовного наследия, в XVIII век не обращаются. И вот попробуем восполнить этот недостаток, и здесь как раз мы затронем тему реформации и ее влияния на русскую церковь в XVIII веке. К чему подошла наша церковь к этому самому XVIII веку? Что значил для нее XVII век, который, как я уже сказал, многим представляется тем самым образцом, по которому и нужно созидать церковную жизнь сегодня. Я выскажу свое, конечно же, субъективное мнение. XVII век, точнее, период после окончания смуты и до раскола, был, несомненно, временем наибольшей стабильности внешней церковной жизни. Но поскольку мы говорим о духовном наследии, и я намеренно не хочу касаться церковно-государственных отношений и прочих политических вещей, то в области именно церковно-духовной эта стабильность оборачивалась за стоем и стагнацией, подавляющей внутрицерковные творческие силы. Многие умиляются, читая путевые записки архидиакона Павла Олепского, например, что опоздавшие на праздничную крещенскую службу в Бояре были по повелению царя брошены в Москву-реку. Многие видят идеал церковной жизни, опять же, вспоминая дневники Павла Олепского, в том, что православные чинно выстаивают на чугунном холодном полу шестичасовые службы, синхронно охлопывая себя крестным знамением и совершая неисчислимое количество земных поклонов. Я думаю, все читали эту прекрасную книгу Павла Олепского. Но кроме этого, в церковной, да и культурной жизни не было, в общем-то, ничего. Ни богословия, ни развития церковного творчества, а если говорить о более широкой сфере жизни, ни науки, ни литературы, ни искусства. Конечно, это не абсолютные оценки, но если сравнивать даже с той же Германией, только пережившей 30-летнюю войну, с ее расцветом церковной жизни, о чем я буду говорить позже, церковной поэзии и музыки, то мы увидим просто кричащую разницу. Ну и закончилась вся эта благолепная стабильность чудовищным по своей примитивности расколом. Под примитивностью я здесь понимаю церковные богословские обоснования, на которые опирались раскольники. Более, так сказать, ну, каких-то детских поводов для раскола церкви, там, два или три перста, как креститься, двоить или троить, аллилуйя, ну, просто трудно себе представить, что это люди, у которых есть Евангелие. Петр Первый, на глазах которого во время стрелецких бунтов обезумевшие старообрядцы убили и буквально растерзали двух его дядей, Петр был юн, и это переживание вызвало у него нервный тик, который до конца жизни сохранялся. Петр Первый ясно видел, что для своего выживания не только государство, но и церковь нуждается в коренных преобразованиях. Я не буду останавливаться подробно на этих преобразованиях, я думаю, все знают нашу историю. Да, был порушен канонический строй православной церковной жизни. Да, реформы совершались, особенно в царствовании Анны Иоанновны, чрезвычайно жестокими средствами. К другим, только вышедшей из той самой идиллической Московской Руси, новой России приучено не было. И это приучение до сих пор не закончилось. Но уже через 50 лет мы видим перед собой другую церковь с повсеместным и развивающимся духовным образованием, с накапливанием творческого потенциала для расцвета в 19-м, начале 20-го века монашества, церковной учености и всего того духовного и интеллектуального богатства, с которым подошла наша церковь к собору 1917 года. Зададим вопрос, за счет чего это стало возможно? Ответ мой по нынешним временам будет, я думаю, непопулярным. За счет вестернизации, за счет заимствования и насаждения принципов протестантской церковной науки, за счет влияния пиетизма и квиетизма на русское образованное общество. Я, конечно, говорю схематически, но главным фактором здесь именно вестернизации, заимствования западного опыта. Главным действующим лицом был здесь крайне противоречивый и сложный церковно-общественный деятель архиепископ новгородский Феофан Прокопович, на фигуре которого я не буду останавливаться, вот в истории русской церкви Антона Владимировича Карташова, на мой взгляд, он написан достаточно полно и объективно. Очень кратко отмечу, что было сделано им, Феофаном Прокоповичем, конечно же, сотрудничество с Петром I, в области церковного строительства. И еще раз подчеркну, что мы не говорим о внешних церковно-государственных обстоятельствах, чтобы, следуя теме доклада, не выходить за наши духовно-культурные рамки. Итак, Феофан Прокопович ввел систему духовного образования в Россию. Мы помним, что в конце XVII века были попытки как-то упорядку, ну, ввести даже духовное образование, это славяно-греко-латинская академия, но она как-то вот не пошла. Феофан Прокопович в бытность его профессором Киевской духовной школы в 1711-15 годах ввел именно ту систему духовного образования, которая впоследствии стала основой всего духовного образования русской церкви вплоть до XIX века. Она базировалась на двух источниках. Первое. Священное Писание есть единственный и самодостаточный источник всякого богословия. Второе. Богословие есть наука и как таковая должна быть избавлена от всяких предвзятых мнений. Это цитата из прекрасной книги отца Павла Хадзинского «Святитель Филарет Московский» «Богословский синтез эпохи». Он там приводит именно педагогически-богословскую программу Феофана Прокоповича. Отец Павел в цитируемой мной книге подробно пишет о том, что основой богословственной Феофана были именно протестантские источники и что, используя их, Феофан таким образом сопротивлялся латинскому влиянию сильному на Южной Руси. Латинские системы богословия полагали исходной точкой богословствования церковь, а не писание. Я сейчас, конечно, очень огрубляю, но просто нет времени и возможности излагать все это развернуто. Вот избавление от предвзятых мнений, стоящих вторым пунктом, вовсе не означало отказа от свято-отеческого предания, а значило упразднение поверхностного начетничества, характерного для церковности Московской Руси. Эта линия выразилась и на практике в известной борьбе Петра I со всякого рода к ликушеством, как это называлось тогда. Это явное влияние реформации приводило, конечно, к некоторому отходу на второй план, такому, знаете, проседанию, что ли, экклезиологии. Но, по моему представлению, тогда это было положительное явление. После гипертрофированной, разросшейся внешней церковности, которая привела к расколу и побудила Петра I к реформе церкви, такое некое качание маятника в другую сторону было, может быть, даже и необходимо. Второе важнейшее влияние реформации после системы духовного образования – это духовная назидательная литература. Я не буду говорить об этом подробно, у меня была возможность высказаться на эту тему в других местах. Ну и вообще, тема отдельного, даже не доклада, а какого-то исследования. Всем известно влияние предпиетистской книги Эоганна Арнта на святителя Тихона Задонского, и не только на него. По Арнту познавали начало духовной жизни все слои населения России, от императора Павла I до простых крестьян. Вот находим в числе подписчиков на одной из переизданий книги Арнта даже и крестьян. Менее известно, но отнюдь не менее значимо влияние на святителя Филарета Московского, кавиетиста Франсуа Фенелона. Кавиетизм, напомню, это явление в основном католическое, но очень близкое по духу реформации, отчего кавиетизм и был в конце концов осужден Риммо-католической церковью. Образованные слои русского общества читали и пиетистскую, и кавиетистскую литературу, первую в оригиналах, а вторая в конце XVIII, первой четверти XIX века достаточно массово переводилась. И даже, что трудно себе представить, сегодня по указаниям оберпрокурора Святейшего Синода князя Голицына рассылалось по монастырям сочинение Мадам Ни Йон в качестве наседательного чтения. Как оценивать эту вестернизацию, это реформационное, около реформационное, ну вот в лице кавиетизма, влияние на русскую церковь? Сегодня, под воздействием все больше раскручивающегося, к сожалению, у нас антизападничества, общеповерхностная оценка это явление, разумеется, будет отрицательной. Но Евангелие учит нас смотреть на плоды, плодам их узнаете и их. Плоды этой вестернизации свидетели Тихон Задонский, Филарет Московский, и Арнт, и Фенелон нисколько им не повредили. Вы ученик киевских духовных школ, святитель Феофан Затворник, переводивший в том числе и кавиетиста Франциска Сальского, и целый сон образованного, просвещенного и вместе с тем вполне православного духовенства. Это к началу XX века четыре духовных академии. Это, как я уже сказал, расцвет русского монашества. Это, в конце концов, влияние русской церкви, ставшей самой образованной и творчески активной из всех православных церквей, как на мировое православие, мы знаем влияние русской церкви на Балканах, так и на миссию среднехристианских народов Востока. Японская, китайская церковь, это все производные синодального периода жизни нашей церкви. Итак, отвечая на наш вопрос, коль скоро мы его ставим таким образом, где найти нам духовное наследие, чтобы по его образцу творчески созидать нашу сегодняшнюю жизнь, стоит, на мой взгляд, обратить внимание вот на XVIII век, и не закрывая, конечно, глаза на церковно-канонические недостатки этой эпохи и отдельные методы неправомерных церковно-государственных действий, которые были вызваны цезарепапизмом, все же перенять много живого и полезного из этого периода бытования нашей же, собственно, церковной традиции. Отметим здесь самое важное, на что следовало бы обратить внимание. Первое – это опора на священное писание. Второе – это уменьшение роли внешней обрядовости и начетничества, что позволяет выявить подлинную христовую церковность в повседневной жизни христиан. И третье – это творческое перенимание отдельных черт западной духовности и западного строения жизни. Всем этим занимались в XVIII веке, церковь, собственно, строилась на этом, и я думаю, что этот же опыт в несколько ином преломлении будет не лишен и сегодня. Здесь необходимо сделать существенное пояснение. Когда я говорю о таком перенимании западного опыта, то я имею в виду вовсе не современную духовно-церковную жизнь западного мира. Ее оценка выходит за рамки моего доклада. Достаточно сказать, что если мы еще не подошли ко многим вещам, которые были продуманы и прожиты западными христианами, то большинство людей в западном мире эти вещи уже перешли, оставили позади. Никто, даже самый пламенный западник, не будет отрицать, что в целом первый мир, так называемый, является сегодня постхристианским. Творчески перенимать стоило бы, по моему представлению, опыт раннего протестантизма. Временной границе я тут поставил бы Великую Французскую революцию. И здесь нужно обозначить, конечно же, контекст такого перенимания. Определяется он главной, на мой взгляд, проблемой нашей сегодняшней церковной жизни, о которой я уже много говорил и писал, проблемы расцерковления, так называемого. Я понимаю, что это неудачный термин, но за неимением лучшего будем пользоваться им. Что здесь имеется в виду? Под расцерковлением я понимаю следующее явление. Существующая на настоящий момент церковная дидактика предлагает входящим в церковь людям определенную педагогику внешнего церковления, внешнего начального церковления, я бы сказал. Со временем она, эта педагогика исчерпывается, и это естественно, и из Евангелия мы видим, очевидно, Евангелие нам говорит, что христианская жизнь в процессе непрестанного внутреннего возрастания. Вспомним притчо о гортичном зерне, о вскисающем тесте и так далее. Результатом это является то, что повзрослевший христиан уже перестает питать внешнюю обрядовость и усвоенная ими внешнецерковная начальная что ли субкультура. А вот педагогики дальнейшего, так сказать, постного начального возрастания в христианстве у нас нет. Она, ну, конечно, если в древних монашеских книгах можно найти все богатство духовной жизни, но вот в общей пастырской методологии она у нас не выработана. Таким образом, вот что очень важно, норма воцерковления становится у нас нормой всей христианской жизни, что, очевидно, не соответствует подлинному смыслу церкви как институции, значением которой является все дальше и полнее вести человека в жизнь со Христом и во Христе. Не получая такой жизни и год за годом ходя по кругу вот этой начальной внешней воцерковленности, люди, в конце концов, убеждаются в бесплодности этого и выходят из этого круга. Трагедией здесь является то, что, поскольку у нас нет педагогики вот этого дальнейшего возрастания во Христе, человек, оставляя свое новоначальное, оставляет и церковь, а порой и самого Христа, потому что вот в этой самой своей новоначальной церковности он на самом деле не получил подлинного опыта жизни во Христе. Что может послужить противоядием к такому расцерковлению? Вот именно то, что я отметил выше под третьим пунктом. Творческое перенимание отдельных черт западной духовности и западного строения церковной жизни. Я поясню эти два момента. Начну со второго. Я имею здесь в виду опыт пиетизма, той благотворной реформы в реформации, если можно так выразиться, которую начал в середине XVII века Филипп Якоб Шпеннер. Озаботившись пастырскими проблемами, близкими к тем, которые я только что описал, Шпеннер ввел в обиход то, что у нас называют сегодня евангельскими группами, ну, по аналогии. То есть, люди собирались во вне богослужебное время по домам, читали священные писания и делились своим духовным опытом. Важно подчеркнуть, что эти собрания были вовсе не в пику официальной церковности. Шпеннер как раз наставил на нормативном участии в церковной жизни, а дополняли ее таким образом, что христианство из храмовой религии и внешнего исповедания правильных догматов становилось тем, чем оно и должно быть повседневной жизнью со Христом и во Христе. А вот отдельные черты западной духовности, на перенимание которых необходимо на мой взгляд обратить внимание, это на самом деле очень важная вещь, требующая специального, я бы даже сказал, может быть, соборного обсуждения. Это действительно проблема важная. Коснусь этой темы очень кратко. Дело в том, что православная педагогика, православная церковная дидактика оперирует только так называемой аскетикой синергии. Такой условный термин, под которым я подразумеваю вот что. Человек, получив начатки благодати Божией в вере и таинствах церкви, дальнейшим подвигом развивает себе эти благодатные начала. Делай внешнее, придет внутреннее. Дай кровь, прими дух. Ну и так далее. Это вот такие, если можно сказать, лозунги, аскетики синергии. Несомненно, это одна из сторон духовной христианской жизни, но только вот именно что одна из. Сведение этой жизни преимущественно к усилиям со стороны только человека неизбежно приводит к торговым отношениям между человеком и Богом. Я попощусь, помолюсь, потружусь, поозлобляю себя, это вот термин Феофана Затворника, а Бог даст мне за это благодать. Я дам кровь, а ты, Боже, непременно дай мне за это дух. Таким образом, аскетика синергии как бы заставляет Бога действовать так, как мы от Него ожидаем. И здесь уже не остается места вере и вот этой непременной двусторонности в отношении человека и Бога, на которых собственно и строится религия. Пиетистская же и квиетистская духовно-назидательная литература как раз главным образом разрабатывает аскетику веры. Главное ее положение дать в себе место Богу, всецело ввериться ему, предоставить ему действовать во всех без исключения областях, как духовной, так и всей остальной жизни, вот то самое повседневное христианство. И собственно говоря, это один из главных принципов протестантизма, вот так преломляется в духовно-аскетической жизни принцип соло-фида, только веры. Все внутри, все в свободе и честности перед Богом, все в чайне действования Божия и главное в непрестанном внутреннем внимании к этому действованию. Все внешнее при этом имеет только вспомогательное значение. Конечно, такую аскетику веры по крохам можно вычитать и у святых отцов, преподобных Макария Великого, Марка Подвижника, Марсонофия Великого, Семенного Богослова, святителя Феофана того же, ну и у других святых отцов. Но цельного учения, а тем более пастырской методологии, вот такой аскетики веры, православной дидактики нет. Поэтому творческое усвоение духовной литературы этого рода, на мой взгляд, сможет значительно обогатить жизнь взрослеющего православного христианина и уберечь его от церковления. И, собственно, вот меня спрашивают, что это я занялся периодами ранних протестантов, вот именно исходя из этой цели, чтобы дать, может быть, не многим людям, но тем, кто взыскует этого и жаждет именно понятие об аскетике веры. Итак, подводя итог, опоры на священное писание, повседневное христианство, домашние собрания, желательно с участием пресс-фиттеров, конечно, для изучения писания и обсуждения опыта жизни во Христе и аскетика веры, вот то западное заимствование, отчасти, как я уже говорил, уже и бывшее у нас в 18 веке, то есть, это и наша традиция, которая, на мой взгляд, в контексте духовных поисков нашей эпохи может открыть новые творческие пути развития церковной жизни, но все это, конечно, не отрицает нормативные церковности, участие в таинствах и прочее. Я хочу здесь особенно и со всей настойчивости подчеркнуть, что речь не идет о реформе церкви, подобной той 500-летии, которой мы сегодня вспоминаем. Никаких реформаций, революций, конечно же, не нужно и ни в коем случае не нужно. Да и время реформации ушло. Речь идет исключительно о жизни христианских личностей, об исполнении имя заводе Христа, которое он часто давал своим ученикам, не бойтесь. И апостол говорит, все испытывайте, хорошего держитесь и так далее. Но для этого нужна смелость. И здесь как раз очень важен для нас образ преснопавятного отца Александра Мения. В его лице мы имеем пример, как оставаясь подлинно православным, быть вместе с тем открытому западному опыту, творчески перенимать его и иметь постоянное такое, знаете ли, благое дерзновение о Христе. То дерзновение, о котором мы молимся на каждой литургии. Заканчивая свой доклад, я хорошо понимаю, что много о чем я сейчас говорил, сегодня, мягко говоря, не в этой аудитории, а, скажем, может быть, в массовом сознании не очень приветствуется. Но и отец Александра всю свою жизнь шел некоторым образом против течения, хотя он так же, как и я, был противником именно всяких внешних реформаций, революций. Реформации души, вот что нам крайне необходимо. Как мне сказал однажды недавно почивший, я думаю, многим известный замечательный психолог и врач Федор Ефимович Василюк, он сказал, что, пожалуй, главной задачей христианина в наше время является избегать всякой рутины в отношениях с Богом. Вот это очень важно, и мне кажется, что, собственно говоря, можно к этому свести, избегать рутины и ничего не бояться, чтобы только нам жить во Христе и со Христом. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ